Супер вторник в США или Джо Байден наносит конкурентам ответный удар. Статья в Евразия Дели за 4 марта 2020 года. Итоги прошедшего 3 марта в США супер вторника принесли ряд неожиданных результатов, прежде всего в лагере демократов, где важнейшую победу одержал кандидат от истеблишмента партии Джо Байден, в то время как сенатор Берни Сандерс, возможно, упустил свой моментум, а миллиардер Майкл Блумберг потерпел полное фиаско. Тем временем ничего интересного не происходило в стане республиканцев, где во всех 13 штатах буднично выиграл Дональд Трамп. Действующий президент США соперничал по сути сам с собой, например, в Мэне и Миннесоти у него даже не было соперников. В Алабаме, Арканзасе, Вермонте, Массачусетсе, Оклахоме, Калифорнии, Колорадо, Северной Каролине, Техасе, Теннессе и Юте Трамп уверенно разобрался со своими оппонентами в лице бизнесмена Рокки де Лафуэнте и губернатора Массачусетса Уильяма Уэлдама. Напомним, что супер вторники являются во многом ключевым этапом предвыборной гонки США, так как именно в эти дни выбирается больше делегатов на партийные съезды, чем в любой другой день избирательной кампании. 3 марта на карту были поставлены голоса 1344 демократических избирателей из 14 штатов и территории американского Самоа или 34% от 3979 объявленных делегатов, имеющих право голоса на демократической конвенции. Всего в 2020 году кандидату демократу для получения номинации от партии требуются голоса 1991 делегата, которые проголосуют в июле в Милуоке. Наиболее лакомыми кусочками супер вторника выглядели Калифорния, 415 делегатов, Техас, 228, Северная Каролина, 110, Вирджиния, 99, тогда как американская Самоа выбирала только 6 делегатов. Байден снова на коне. Уже можно с уверенностью констатировать, что Джо Байден выиграл Вирджинию, Северную Каролину, Алабаму, Теннесси, Техас, Оклахому, Арканзас, Миннесоту и Массачусетс. Берни Сандерс довольствовался родным Вермонтом, Колорадо, Ютай и с большей долей вероятности Калифорнии. На момент написания материала в этом штате были подсчитаны 41% голосов. По данным Нью-Йорк Таймс, к 4 часам утра среды по времени Восточного побережья общее число делегатов, полученных Байденом по итогам уже всех состоявшихся праймерис, составляет 670 человек, тогда как у Сандерса 589, у Блумберга 104, у сенатора Элизабет Оуэррен 97. Известный американский сайт политических прогнозов, специализирующийся на анализе данных соцопросов во вторник утром, отдал предпочтение Байдену в качестве победителя грядущего супервторника, указав, что его шансы на победу составляют 65 против 34% у Сандерса. Что же послужило причиной таких неожиданных прогнозов, которые блестяще воплотились в жизнь? Ведь еще совсем недавно компания Байдена серьезно хромала на обе ноги. На предваряющих супервторник праймерис в Южной Каролине случилось примечательное событие. Через 32 года и три попытки получить президентскую номинацию от демократической партии, Джо Байден наконец-то выиграл свой первый штат. Во многом это случилось благодаря поддержке темнокожего политика Джеймса Клайберна, члена Палаты представителей от Южной Каролины с 1993 года, пользующегося огромным уважением в штате за свои усилия в деле борьбы за гражданские права. Накануне праймерис в Южной Каролине Клайберн поддержал кандидатуру Байдена, склонив на его сторону голоса избирателей афроамериканцев. В преддверии супервторника демократическая партия также предприняла серьезные усилия с целью придать импульс избирательной кампании Байдена и стараясь заблокировать шансы Сандерса на номинацию, так как в случае победы сенатор от Вермонта становился практически недосягаемым для своих оппонентов. После праймерис в Южной Каролине два основных центристских конкурента Байдена в лице Пита Бутиджича и Эми Клобушар отказались от продолжения борьбы. По некоторым сведениям, в воскресенье Бутиджич снял свою кандидатуру после телефонного разговора с 44-м президентом США Бараком Обамой. Неизвестно, кто разговаривал с Клобушар, но еще утром в понедельник она выступала на митинге в Солт-Лейк-Сити, Юта, но спустя полтора часа неожиданно заявила, что заканчивает свою кампанию и начинает поддерживать Байдена. Вечером понедельника Бутиджич и Клобушар появились в Далесе, штат Техас, где приняли участие в митингах и мероприятиях, организованных штабом Байдена. В понедельник среди поддержавших номинанта от номенклатуры партии «Ослов» оказались такие знаменитые фигуры, как еще один неудачник этой избирательной кампании, бывший конгрессмен Бетта О'Рург, бывший лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид, конгрессмен и бывший председатель национального комитета Демпартии Дебби Вассерман Шульц, бывший напарник по президентской кампании Хилари Клинтон, в 2016 году сенатор Тим Кейн, экс-советник президента Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс и многие другие представители демократического истеблишмента. Победа в Южной Каролине возродила надежды Байдена на номинацию, обудрила его сторонников и союзников СМИ, а также вернула внимание крупных доноров. Отсутствие Бутиджича и Клабушара в избирательных бюллетенях помогло бывшему вице-президенту США, поскольку большинство сторонников Байдена находятся в так называемой умеренной полосе демократических избирателей. Фиаско Блумберга Штат Байдена смог справиться с еще одной проблемой – кандидатурой бывшего мэра Нью-Йорка, миллиардера Майка Блумберга. Единственная причина, по которой Блумберг вступил в гонку и начал распылять в огромных количествах свои деньги, впрочем, он может так делать еще тысячу лет и вряд ли заметно обеднеет, заключалась в том, что компания Байдена оказалась на грани краха. Истеблишмент демократов начал активно разыгрывать с Блумбергом, всячески преуменьшая его недостатки, обвинения в сексизме и расизме. Неправильно прочитала. Истеблишмент демократов начал активно заигрывать с Блумбергом, всячески преуменьшая его недостатки, обвинения в сексизме и расизме, и закрывая глаза на провал в первых дебатах, в которых он принял участие с расчетом заменить им Байдена, если компания того окончательно свалится под откос. Финансовый Франкенштейн, которым является компания Блумберга, вышел из лаборатории Демпартии и впервые встретился в супер вторник с избирателями, однако потерпел оглушительное поражение, взяв утешительный приз в американском Самуа. Трамп, уже не раз обвинявшийся с Блумбергом нелицеприятными выпадами, не применил отметить неудачу олигарха, назвав его самым большим лузером с большим отрывом у миллиардера в своей разборке. Борьба за демократическую номинацию продолжается. Самой большой проблемой Байдена на протяжении всей избирательной кампании являлся он сам в сочетании со слишком широким полем центристских кандидатов. Сузив его и одержав последовательные победы в Южной Каролине и в супер вторник, Байден находится в лучшей форме, чем кто-либо ожидал еще месяц назад, однако его имиджевые проблемы никуда не делись. Вот и на этот раз, выступая поздним вечером вторника на победном митинге своих сторонников, Байден взял за руку свою жену Джилл и назвал ее своей младшей сестрой Валери, а затем отрекомендовал себя в качестве мужа Джилл, взяв за руку стоявшую рядом оригинальную Валери. В трансляции было заметно, в каком замешательстве в этот момент оказались обе женщины. Впереди Байдена ждет затяжной бой с Сандерсом, когда в течение следующих двух недель будут голосовать избиратели в целом ряде штатов. 77-летнему Байдену, уже не раз опростоволосившемуся в своих публичных выступлениях во время предвыборной гонки, будет непросто на фоне 78-летнего, но бодрого и неутомимого Сандерса. В случае победы Байдена встретит находящийся в прекрасной форме Трамп с наслаждением, наблюдающий за баталиями в стане демократов. Это не Белый дом, а дом престарелых. Проблемы мятежного сенатора. Неукротимый демократический социалист Сандерс, которого, как мы знаем, мейнстримовые американские СМИ уже обвинили в том, что ему помогает рука Москвы, и явно не собирается сдаваться без борьбы. Накануне супервторника штаб Сандерса организовал серию энергичных митингов по всей стране, от Массачусетса на Восточном побережье до Калифорнии на Западном. Также была опубликована информация о рекордных сборах пожертвований в феврале на кампанию сенатора. 2,2 миллиона человек собрали 46,5 миллионов, больше, чем в любой другой месяц. Ключевая проблема Сандерса в том, что после победы в Неваде он отказался принять позицию великодушного лидера-победителя. Сандерс продолжал проводить кампанию в качестве мятежника и изображать своих демократических конкурентов, почти все из которых довольно популярны среди первичных избирателей-демократов, а в роли недобросовестных инструментов корпоративной власти. Этот подход, очевидно, был обусловлен агрессивностью его противников и более широких сил истеблишмента демпартии. Такая позиция Сандерса вполне понятна, но нет ощущения, что она стратегически выверена. Внутри партийные противники сенатора хотели изобразить его политикам, абсолютно неспособным объединить партию, и это им во многом удалось. Они сделали это краеугольным камнем в своих негативных посылах, тогда как контратаки Сандерса на демократический истеблишмент только подтверждали их обвинения. Сенатор Сандерс до сих пор не доказал свою способность стремительно объединить демократический электорат, и это не может не тревожить его сторонников. Тем более, что судя по опросам, большинство избирателей демократов волнует победа над вселенским злом Дональдом Трампом, а не победа в междоусобной войне. Супер вторник был моментом, когда Берни Сандерсу нужно было сделать то, что сделал Трамп в 2016 году – доминировать настолько основательно, чтобы у партийного истеблишмента не осталось иного выбора, кроме как следовать за ним. Но в супер вторник этого не произошло. Джо Байден добился критически важных побед на юге, среднем западе и востоке. Сандерс снова начинает выглядеть слишком радикальным кандидатом в глазах демократического избирателя, сделавшего поворот в сторону Байдена, все более и более похожего на обнадеживающую альтернативу сумасшедшему Берни. Артем Филиппов Супер вторник в США или Джо Байден наносит конкурентам ответный удар?